Заместитель директора Центра социального обслуживания «Радуга» Елена Федотова рассказала жителям Джигинки об основных направлениях деятельности учреждения. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них на базе учреждения работает мобильная бригада. Состав формируется в соответствии с заявкой, выезд еженедельно в четверг. Специалисты оказывают социально-бытовые, экономические и правовые услуги. Принимают документы на детское пособие, выдают талоны на проезд. Также учреждения осуществляют работу в пункт приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые руки». Нуждающимся гражданам выдают вещи, предметы быта и средства реабилитации, которые безвозмездно поступают от населения в качестве добровольных пожертвований. В Центре работает школа по уходу за людьми пожилого возраста, обучающая курсы для родственников и социальных работников. С 2012 года открыт компьютерный класс. Пенсионеров обучают навыкам работы на компьютере. Более подробно о работе учреждения сельчане узнали из видеофильма о Центре «Радуга». Пенсионера собрали, хоть немножко дух подняли, хоть немножко ввели в курс, что такое за пенсионер, что он может, что он не может, какие права у него есть. Хорошо, что программа такая работает. Нам особенно пожилым, конечно, кое-что тут выяснили. Меня интересовало положение детей наших неблагополучных семей. Очень волнует, конечно. И о стариках, которые тоже нуждаются. Это я, конечно, приятно слышать, что есть такие службы у нас, что заботятся. Это очень хорошо. Специалисты Центра ответили на все интересующие вопросы пенсионеров. Дополнительную информацию предоставили в буклетах. Такие информационно-разъяснительные встречи с населением пройдут во всех сельских округах.